Книга «Открытым оком», 30-й том. Вопрос 4095. Тема «Литература». Среди множества статей, какие вам встречаются, много ли тех, с которыми вы полностью согласны? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Почти нет таких. Одну даю, но её пришлось сократить, потому что не всё по писанию, в конце её. Кавычки открываются. «Наступает время решающих событий в битве за Россию, из которой мы выйдем либо единым народом Божиим под водительством православного царя, народом, ясно сознающим смысл своего национально-религиозного служения, либо безбожной космополитической толпой под лютым Игом Антихриста. Оказаться победителем в этой по человеческим меркам неравной борьбе можно только будучи со Спасителем, имея крепкую, необоримую веру, мужество, самоотверженность, стойкость, жертвенную любовь к Родине и к собственному народу. В таких условиях мы, пастыри Божии, не имеем права молчать. Побуждая мы своей христианской совестью, скажу и я, грешный иерей, своё убогое слово. Первым делом хочу ответственно заявить о том, что без решительного укрепления церковного организма, уврачевания смертельных недугов, терзающих русскую церковь, нельзя даже вести речь о выходе нашего возлюбленного Отечества из переживаемой столетней смуты, которая по существу является гражданской братоубийственной войной на самоуничтожение. Именно церковь, точнее говоря, земная её часть в лице многих иерархов и мирян, виновна в том позоре, который постиг нас на святой русской земле. Слушаемся в слова Сына Божия. Всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его великое. Матфея 7, 24-27. Поэтому наш христианский национальный долг – честно сказать о положении русской православной церкви, сделать соответствующие выводы и определить строго выверенные шаги в духе православной русской традиции по выходу из того духовного мрака и нравственного растления, в который мы оказались вергнутыми в последние годы из-за собственной теплохладности и беспечности. А также в результате тайной и явной войны, которую ведут со Христом и русским народом архитекторы нового мирового порядка, смолчаливого согласия и при непосредственном участии вероотступников в рясах. Это крайне необходимо сделать, ибо в основе всех происходящих явлений в государстве и обществе Как положительного свойства, так и отрицательного, лежит область человеческого духа. Сегодня на тех, кто не потерял духовную чуткость и истинную веру, честность и совестливость, способность развлечения добра и зла, лежит огромная ответственность за будущее РПЦ и униженной, но не сломленной России. Похоже, что именно мы, современники конца времен, истерзанные и до неузнаваемости покалеченные, а бессилевшие и немоверно уставшие, должны дать нелицемерный и прямой ответ на вопрос Христа. «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Лука 18, 8. Россия неоднократно в своей уникальной истории, преизобилующей, поражающими воображения духовными и державными взлетами и ужасающими падениями, была на волоске от гибели. На всякий раз из ограды матери церкви раздавался пастырский глаз, отрезвляющий и призывающий, отеческий и увещевающий, грозный и обличающий, неизменно находились мужественные и отважные служители Христовы, своим личным примером вдохновляющий и благословляющий народ русский на ратный подвиг за веру, царя и отечество. Ныне же голос пастырей робок и почти не слышен, невидные духовных вождей, патриотические силы разобщены, растеряны и разочарованы, многие напуганы и парализованы, иные не ведают, что происходит, другие выбирают ложные пути. И это не случайно. На уничтожение православия и нашей отчизны брошены колоссальные деньги и силы. Безостановочно, цинично, подло и беспощадно работает гигантская сатанинская, идеологическая и репрессивная машина, веками отлаженная и используемая на полную мощь в России. А осуществляется беспрецедентный геноцид и жесточайший террор против русского народа. Следует с глубоким прискорбием указать на то, что среди части священнослужителей, особенно в последнее время, безудержно стали распространяться такие греховные явления, как стяжательство, властолюбие, тщеславие, бессовестность, коррупция, взяточничество, симония, круговая порука, землячество, кумовство. Имеются лжепастыри, для которых такие священные понятия, как патриотизм и жертвенность, любовь к родине и своему народу, вера и верность, честность и скромность, доброта и милосердие, простота и отзывчивость, благородство и великодушие являются обременительными, враждебными, становятся предметом насмешек. Эти волки в овечьих шкурах весьма комфортно и безопасно устроились при существующей либеральной, антирусской власти, вошли в состав современной, циничной и подлой элиты. Теперь у них желания и стиль жизни схожие. Деньги, дорогие машины, шикарные квартиры, развлечения, удовольствия. Трогательное единодушие и духовное родство. И цель одна – сохранить это свое материальное благоденствие любой ценой, даже ценой предательства, веры, отечества и собственного народа. Ведь дружба с миром есть вражда против Бога. Иакова 4.4 Грозно предупреждает апостол Иаков. К Божьему престолу все чаще становятся незрелые люди. Просто мальчишки, не прошедшие воинскую закалку в армии. Школа воспитания в трудовом коллективе, не имеющая ни житейского, ни тем более духовного опыта. Эти священники национально дезориентированы и не обладают государственным мышлением. Зато такими легко управлять. Те, кто стоит за этими кадровыми процессами, знают, что делают. Священство в большинстве своем самоустранилось от участия в национально-свободительном движении, ошибочно полагая, что церковь вне политики. Будет уместным привести здесь исчерпывающее мнение митрополита Иоанна Снычева по этому вопросу. Кавычки открываются. Мерой участия церкви и ее иерархов в любом общественном или государственном деле является мера высочайшая их ответственности за духовное здравие народа, за чистоту его нравственно-религиозных воззрений, единство его веры и осмысленность бытия, условия внешние могут способствовать или препятствовать этому благотворному участию. Но никакая земная сила не способна его уничтожить. Ибо именно таким образом реализуется в мире глубочайшая, таинственная, мистическая основа христианства. Особенно громко и ясно должен звучать голос церковного вразумления в годины всенародных испытаний и смут. Недопустимо и безнравственно стоять в стороне от жизни, прикрываясь мнимой неотмирностью, тогда, когда твоя родина и твой народ находятся на краю гибели. Кавычки закрываются. Отметим также, что церковная власть сегодня сосредоточена в узком кругу высокопоставленных клириков, а многочисленный народ Божий полностью отстранен от участия в делах церкви. Таким образом, злонамеренно попрана и искажена важнейшая сторона здоровой церковной жизни – соборность. Недоумение вызывает факт принятия устава РПЦ на архиерейском соборе 2000 года. Подумать только! Архиерейский собор отменил устав, утвержденный поместным собором 1988 года, которому принадлежит высшая власть по отношению к собору архиерейскому. Таким образом, были попраны сами основы иерархического устройства церкви. Даже при демократии не допускается отмена решения вышестоящего органа нижестоящим. Если следовать этой практике, то любой епископ имеет право вольно относиться к определениям архиерейского собора и священного синода иерей правящего архиерея. Так что же, долой иерархическое устроение церкви? Это ничего тебе не напоминает, дорогой читатель? Правильно! Масонский лозунг – свобода, равенство и братство. И кто же способствовал этому беззаконию? Да сами же иерархи, принявшие на архиерейском соборе свои беззаконные решения. Почему же молчат богословы и знатоки церковного права? Или они способны только на то, чтобы лукаво обосновать ненужность созыва поместного собора? С сожалению, скажем и о том, что недостатки пастырского окормления неизбежно сказываются на прихожанах наших храмов. Современные тепло-хладные христиане в массе своей, увы, не знают учения о церкви и личном спасении, не изучают Новый Завет и творения святых отцов, не занимаются напряженной покаянной работой над собой, не стремятся жить по Евангелию. И что самое печальное, они не учатся любить, а стало быть, не ищут Христа. Многие переступают порог храма с потребительскими настроениями, только ради угождения плоти и приобретения земных тленных благ, даже не помышляя о цели христианской жизни. Или мы уже забыли призывы Спасителя? «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам» – Матфея 6, 33. «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе» – Римлянам 14, 17. Ведь именно для исцеления падшей человеческой природы Богом установлен духовный закон и даны горькие лекарства. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется» – Матфея 10, 22. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир» – Иоанна 16, 33. «Многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие» – Деяние 14, 22. «В то же время радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» – Лука 10, 20. «И радуйтесь всегда в Господе» – и еще говорю «радуйтесь» – Иллипийцам 4, 4. «Нельзя обойти вниманием, скажем прямо, разрушительную практику крещения, сложившуюся в последнее время в нашей Церкви. Крещение – это ответственнейший шаг в жизни человека, который обязан знать зачем, почему, для чего, что он должен, что будет, если…» Мудро и обоснованно в православной традиции установлено оглашение, то есть длительная подготовка и тщательное испытание, готовящегося стать христианином. В чине Божественной Литургии даже есть специальная часть – Литургия Оглашенных. Мы же наблюдаем совершенно противоположное. Стоит кому-либо пожелать креститься, его тут же, без рассуждения, торжественно, в кавычках, ведут к крещенской купели. Результат такой лжеэкономии, а по существу равнодушия и отвратительной жадности, любвеобильных батюшек, пустующие храмы, особенно в глубинке, уход тысяч христиан в секты, насмешки, раздражения, а то и ненависть крещеных к православию. Словом, духовный конвейер для приготовления человеческого материала Антихристу работает бесперебойно. Грядущего Антихриста я упомянул не случайно и не для красного словца. Осмелюсь высказаться подробнее. Думаю, во время перестройки предателям, оказавшимся во главе СССР, из закулисных мировых центров поступила команда прекратить притеснение русской православной церкви и дать религиозную свободу населению страны. Естественно, сделано это было не из-за любви к советскому и тем более русскому народу. Силы, стремящиеся к мировому господству, вы прекрасно понимали, что атеистически воспитанный русский народ, не принимающий Христа, отвергнет и того, кого они стремятся поставить во главе всего человечества, чей приход готовят уже много столетий, то есть Антихриста. А если так случится, их планам вновь не суждено будет осуществиться. Поэтому была поставлена задача, во-первых, подогреть религиозные чувства русских, вывести их из духовной апатии, во-вторых, не дать русскому обрести истинную православную веру, подсунув духовный суррогат. В рамках этого вражьего плана разложение русского православия осуществляется по трем основным направлениям. А. В среду священно-начале РПЦ активно и целенаправленно внедряются агенты влияния мировой сатанинской закулисы. В первую очередь из среды иудеев. Так национальный состав епископата Московской Патриархии говорит сам за себя. Б. С помощью епископов, вероотступников, русское духовенство подвергается целенаправленной селекции. Происходит это при помощи дерзкого нарушения святых канонов о рукоположении и соответствующей последующей обработке. Цель – перевоспитать благодатного русского пастыря в послушного, циничного и сребролюбивого церковного чиновника, безразличного ко Христу, к России и к собственной пастве. Тех же батюшек, кто смеет иметь свое мнение о происходящем, вероотступники стремятся отправить за штат под запрет или на худой конец отослать подальше от крупнейших населенных пунктов. В малочисленные приходы, дабы не смели смущать народ, все это я несколько лет назад на себе испытал, оказавшись в деревенской ссылке в результате своей излишней активности в деле православно-патриотического просвещения прихожан. Один уважаемый маститый протееререй, кстати, по национальности русский, не еврей, обосновывая необходимость убрать меня с глаз подальше, высказался тогда так. Отправим Василькова в деревню, пускай бабкам про жидов рассказывает. В среди священства гоев, жиды и жидовствующие всячески поощряют развитие таких пороков, как серебролюбие и жадность, равнодушие к пастве и своим пастырским обязанностям. Для этого церковные приходы, основа всей нашей церковной организации, народного просвещения и благодатного воздействия на окружающих людей превращаются в этакие православные бизнес-центры, главным направлением деятельности которых становится материальное стяжательство. При этом внешняя свобода и бесконтрольность при скрытом контроле со стороны заинтересованных организаций, финансово-хозяйственной деятельности приходов при одновременном отсутствии честности и совестливости настоятелей сплошь и рядом приводят к злоупотреблению, точнее к жульничеству и воровству. Так сеется соблазн среди верующих, подавляется их воля к сопротивлению, нейтрализуется наиболее действоспособная часть иерархии. Достигается консенсус со злом. Но Господь предупреждает нас, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Матфея 6, 24. Скажем откровенно, в наши дни происходит глумливая пародия на истинное православное возрождение, чудовищная подмена церкви на лжецерковь, Христа на Антихриста, сбывается предупреждение Спасителя. Тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Матфея 24, 10 и 12. Мне представляется желательным употребление следующих первоочередных мер организационно-духовного характера по восстановлению благодатного течения русской народной жизни. Первое. Кандидатов в иерии и диаконы должны избирать приходские общины, а кандидатов в епископы – епархиальные собрания. И непременно из числа коренных жителей данной местности. Второе. Необходимо прекратить попрание канонов в области рукоположения диаконов и священников. Рукоположение в пресвитере должно совершаться лишь по достижении ставленникам 30 лет, в диаконы 25 лет в полном соответствии с 14 правилом 4 Вселенского Собора. Третье. Таинство крещения следует совершать только после продолжительного оглашения желающего стать христианином согласно древней православной традиции. Четвертое. Незамедлительно начать подготовку к Поместному Собору Русской Православной Церкви с повесткой дня о всенародном покаянии, о современном состоянии русской церкви, об органах церковного управления, об уставе РПЦ, о положении в стране и законности существующей государственной власти в свете событий, произошедших в России XX века, о созыве Земского Собора, в случае крайней необходимости и при возникновении угрозы насильственных действий по срыву проведения Земского Собора, что, скорее всего, и будет, Поместный Собор, по моему разумению, должен взять на себя функции и ответственность Собора Земского. Делегатов на Поместный Собор из числа монахов, Белого Священства и мирян необходимо избирать с помощью жребия после литургии и молебна с призыванием Святого Духа, для того, чтобы судьбоносные для Церкви и Державы решения принимались достойными, а не послушными и удобными. Только архиереи являются членами Освященного Собора Пасану. Иерей Алексий Васильков Исайя 3.12 «Притесните ли народа моего, дети и женщины господствуют над ним? Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стызей твоих испортили». Иеремия 12.10 «Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой, а любимый участок мой сделали пустою степью. Пусть мысленно к монахам приобщусь я, не к этим немощным желающим уюта, в египетских пустынях считали закощунство горячее иметь хотя одно бы блюдо. Ушел, оставив все, что накопил, не о богатстве речь его и не имел я, все прежнее как бы взорвал тротил. И потому в пески шагаю смело. Нашел в себе бы дряхлого вождя, его указы все в любви не опошляю, стараюсь выполнять советов добрых ждал. Я сын его послушный, вовсе не каналья, но прошлое из памяти исторгнется не в раз. Воспоминания лавины о близких и знакомых, со мной потертая воинственная страсть, пока не в эпикриз и не скатился в кому. С собой ни книг не взял и ни чернил, а от почты спрятаны с концом координаты. Я сам старательно и имя свое скрыл, какой-нибудь ворух теперь, а не Игнатий. Нам не грешно поверить в чудеса, пока которые от века не случались. А все же смог Евангелие достать, и при луне стал бы внимать ночами. Узнал бы волю Божию, не старца, что весть благую надо бы нанести к родным и близким, как теперь пробраться, и через преступление возвести на стил. Сказал бы старцу, он забунтовал, в епитемью за бунт меня закинул, в конце концов я бросил все в отвал и прошмыгнул бы возле кельи мимо. О, как жалел бы, столько упустил, упущенное дай Иисусе наверстать. К пустыням душ, грядите из пустынь, не человека слушайте, а самого Христа. 15 ноября, 2008 год, Игнатий Лапкин.